Оригинальная Shadow of the Ninja вышла на NES в 1990 году. Некоторые часто называют её лучшим ниндзя-экшеном на платформе, приживой-то ниндзя-гайдом. Я с этими людьми согласен. Shadow of the Ninja — одна из любимых игр детства, хотя своей бескомпромиссной сложностью она порой сводила с ума. Ремейк, конечно, попроще, но в остальном он ничего не потерял, а многое приобрёл. Старая Shadow of the Ninja на NES цепляла, как обычная лектика визуала, где киберпанк и милитари-тематика встречали демонов и ниндзя. Приличная музыка, которую до конца жизни не забудешь для восьмибитных игр не редкость, но вот уникальный, оседающий в голове саунд-дизайн — уже не столь распространённое явление. Разработчики Shadow of the Ninja удалось с помощью тех ветких технологий изобразить очень узнаваемые и приятные звуки. Ну и сражения, базы игры, были хороши. Удар катаной и кусыригамой в Shadow of the Ninja ощущается как надо даже сегодня. Немало степеней благодаря уже упомянутому звуку. Бомбами и сюрикенами шеверяться тоже весело. Сложность в Shadow of the Ninja беспощадная, но честная. Дизайн уровень, скажем так, крайне умеренный. Он не заставляет исполнять что-то невероятное. Но сосредоточенности и реакции требуют на протяжении всего прохождения. Враги расставлены и ведут себя так, что могут удивить, даже если уровни зазубрины. Ремейк получился внезапным, потому что разработчики действительно с нуля переделали Shadow of the Ninja. Однако, а современнее ли они её ограничено? И это хорошо. Но для начала стоит отметить, что разработкой ремейка занималась команда Tango Project, внутри всё ещё живой токийской студии Natsume, которая выпустила оригинальную Shadow of the Ninja. Подразделением Tango руководят трое ветеранов Natsume. Все работали над классикой компании времён NES и SNES. Достаточно сказать, что в разработке ремейка принимал участие главный художник оригинальной игры. Shadow of the Ninja Reborn выглядит и ощущается так, будто это ремейк для аркадных машин начала 90-х или для Neo Geo, с картинкой в духе Metal Slug. Пиксель-арт в Reborn – это просто чудо. Настолько он тёплый, живой, трушно-олдовый и детальный. Мир Shadow of the Ninja в обновлённом облике очаровывает и даже слегка заставляет грустить из-за почти полного отсутствия сюжета. Звуковое оформление в ремейке тоже аркадное, а на саундтреке гремят оригинальные темы с настоящими гитарами. Динамика происходящего под стать визуалу. Игра стала блокбастернее, агрессивнее и быстрее. Механически главное отличие ремейка от оригинала – это то, что оба героя могут использовать катану и кусаригаму сразу и одновременно. В оригинале это тоже было возможно, но не по умолчанию. А ещё дополнительного расхода мы оружия насыпали. Теперь у нас не только бомбы и серюкены, но и всякий огнестрел, который здорово врубает на боссов и в целом слегка освежает старинный геймплей. Быть ретро-энтузиазом для игры Shadow of the Ninja Reborn не обязательно. В игре есть свой флоу. В неё просто приятно играть, в ней всё понятно, да и времени она требует совсем немного. С Shadow of the Ninja Reborn не ощущается как ремейк. Это словно упущенная аркадная версия Shadow of the Ninja из 90-х, бережно переизданная для современных систем. С подобной классикой именно так и стоит обращаться. Нет смысла осовременивать её слишком сильно, жертвуя ламповой ретро-атмосферы. Редкие исключения вроде Street of Rage 4 только подтверждают правила. Превращать такие игры во что-то новое, но под старым именем тоже бесполезно. Для современных игроков эти древние имена ничего не значат, а старых фанатов и просто ценителей ретро-эстетики радикальные изменения оттолкнут. Суть оригинала и ретро-ламповость сохранили. И старички порадуются, и новичков игра зацепить может. Shadow of the Ninja Reborn уже вышла на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS и Switch. Игра доступна в российском Steam, хоть и без поддержки русского языка. Но переводить в ней особо нечего. Сюжетов в Shadow of the Ninja почти нет.